итак холлушки амигос в эфире рубрика которую смотрят даже те кому она не нравится согласись да есть же такое ощущение конечно да это игра трёп но прежде чем начнется я хотел начать вот не традиционно не с этих какого не с агитации покликать на рекламку а с новости или как сказать с короче а с вот этого трейлера нового у канала эпического ты кстати о да я его несколько раз пересмотрела просто божественная работа так там что ты думаешь половина просмотров и так уже мои убиты смотрю не нарадуюсь да прям душа радуется глазу приятно через случай нашелся человек который владеет по-настоящему владеет как это делается золотые да пользуясь случаем выражаем очередную благодарность прямо в низкий поклон и хочу заметить что даже у этого видео нашелся тот самый мой фанат который стоит не везде дислайки даже два и вот пользуясь этим же случаем хочется к нему обратиться сказать чувак не забывай нажимать на рекламку лайки и дислайки в общем мкx или мкх но же mortal kombat 10 вышел так вышел но я купил я уже 20 не лошадь был в 20 вышел в день рождения гитлера чтобы отметить его mortal kombat он прям ух так вышел он с самого начала как-то задница вперед немножко кто не в курсе лицензия рожалась просто в муках за сутки до выхода игры дали предзагрузку 3 гигабайт все скачали и пошли атаковать форум с яростными криками почему нихера не работает да это симулятор главного главного меню да 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 дело в том что эта функция которая используется активно на консольках а стим планирует сделать свою консольку вот и опробовала все опыты как мы знаем на проводится на животных и на менее наименее ценных членов экипажа коими являются геймеры на пк которые будут в основном пираты и пошли не вообще в задницу то есть игра сделанного поначалу так показалось с максимальной ненавистью к игрокам на компьютере потому что лагает проседает у меня спустя четыре дня спустя выход игры до сих пор не работала сеть я нажимал поиграть по сети у меня игра крашилась и выкидывал меня к херам собачьем вот вот есть такой уровень там где идет дождь там дождь это библейский поток реально там топит землю там такое марева на экране что даже непонятно то ли игра лагает то ли я лагаю уже не успеваю выхватывать не успеваю выхватывать эти 130 фпсов которые выдает этот дождь блин то есть да и видеокарта начинает проседать потом есть такой же уровень где снег идет точно также просто белый дождь да и почему-то лагает еще уровень где вот телепорт он на заднем плане как будто терминатор рождается а ну и конечно базар на этом этом внешнем мире где где верблюды ходят еще что-то там просто ничуть невообразим пресс лапка до вышел патч 15 гиговый в новостях даже мне вот наш коллега с как бы канала он как бы и говорил и ссылку кинул это мы не поверил думаю что за патч 15 гигов но видимо какие-то файлы заменял этот патч потому что общий вес игры не не прибавился таким вот 15 гиговым довеском да но все равно я не могу похвастаться тем что у меня игра вот идет прямо идеально хотя должна на заявленных требованиях но все дело в выкрученном дирексте 11 и нежелание что-то делать оптимизировать для бедных несчастных игроков на пока вот значит переходим дальше вопрос следующий сюжет данной игры но сюжет в файтинге лично обязательно но он тут есть промолчать про него невозможно дело в том что в контексте вот этого mortal kombat а возможен только один сюжет про про смертельную битву то что заставить каких-то других условиях людей драться именно в рукопашную просто невозможное то есть вот это вторжение таркатане на расстояние да то есть и вами того и того вторжение внешнего мира на землю ну вот эти бараки таркатане да с лезвиями прибежали и что блин проткнули танк не знаю распилили ракету может быть что они сделают нас значит такие таркатане еще тысячу лет еще назад с ними вопрос решили только там татаркатане были с монголой пришли все в чистом поле шашки ты очень часто чего там боятся огнестрельное оружие все изобретено вот там здесь за моменты такие в этой сюжетке где там спецназ обстреливает этих всадников просто поливая их огнем два попадания за полчаса стрельбы все это вылилось такой детский сад что я еще сюжет правда не прошел не скептически отношусь но крестным сюжетом дальше произошло хуже эта часть мк потеряла половину персонажей наверно просто нету такого игрока в mortal kombat который бы не потерял вместе с ними когда который не потерял бы какого персонажа который был особенно дорог то есть пропали все киборги каббал страйкер там много кто вообще пропала туда и дорогу ну псай боту туда дорога это пропало и спасибо в принципе меньше этих двух кнопочных ингибаторов будет да но и вместо них добавили новых персонажей которые на мой взгляд вообще ни один не вписался в игру ну кроме детей конечно же ну дети дать цветы жизни просто интересная тенденция знаешь в резиденте приваешь и не втором то есть там тоже типа дети ребенок этой господи моря это серьезный подтекст это все вот это уже знаешь идеи кончаются давайте сделаем друг друга все родственники и так далее кузен кузина это же круче все ты чё мы же начинали играть mortal kombat когда сами были детьми а теперь мы уже с детьми вот и персонажа обзавелись детьми а мы еще без детей да и просто сама суть игры что тупая добавить четырех персонажей дочка джекса . сони и джонни кейджа сын кенширо и племяннику балл по-моему да вроде пельмени двоюродный брат а ну да хотя в этой части кун лау нарисован старым каким-то вот и перерисовали множество старых персонажей что джонни кейдж не похож на джонни кейджа то что персонажи знаешь не сразу да вообще не узнаваемый остался только рейда и джакс благодаря рукам и китанов рейна очень переделали вообще такая от которой фиолетовый с водой а с кем и можно было перепутать то есть вообще я смотрю такая не знаю по моему узнаваем вот узнать там джекса без без стальных рук ну естественно тут все по-другому выглядит и и вот это все вместе но как бы обезличило mortal kombat он перестал быть похож на mortal kombat вообще и комбат кому как угодно чтобы говорил есть такая игра от этого же разработчика nether realm injustice что-то там боги среди нас ну знаешь да наверно fighting где герои комиксов сражаются там и вот то же самое произошло с mortal kombat он это стал 2 инжестис просто герои из mortal kombat а теперь там тоже кстати скорее все перенесли из инжестиса в mortal kombat взаимодействие с предметами и хреначить друг друга взаимодействие с предметами мне кажется пришло именно она вообще-то в четвертом нет четвертом вроде не был чертам они могли вытащить меч еще что-то и это потом после пропущенного удара падала на пол кто-то другой мог подобрать этот меч такая конечно была забавная вещь но взаимодействие с предметами и ну нет и к страниру все-таки в mortal kombat и раньше припаяли хотя мне кажется где-то подглядеть его должны были потому что x-ray это ну да его можно отключить если вы там с кем-то играете но и так или иначе по умолчанию это часть игры и вот mortal kombat это довольно очень глупая часть игры то есть под красивую анимацию можно снести до половины где-то жизни но раньше было сейчас где-то треть или четверть сносит от x-ray то есть можно врага сразу прилично отмесить хрена тут и жизни по-моему длиннее стали то есть сама суть от этого x-ray она ну или единовременно нанесение большого количества дамага да в этом mortal kombat не нуждался здесь не бывает затяжных боев все бои скоротичные друг друга отбускать по быстрому то на полторы минуты две достаточно то есть хочешь нанести много дамаги сделай комбо там лучше и зрелищность другой стороны что в инжастисе кстати x-ray очень классно сделан там есть с чего поржать как дум с дэйв вбивает врага в землю пробиваете насквозь всю планету блять вылетает в космос падает обратно в соседнюю дырку летит тот же месяц вот там что-то совершенно невероятное творится в mortal kombat чуть-чуть послабее но все равно степени увечий очень огромное этого выкалывание глаз ломания черепа растоптывания позвоночник после этого они встают продолжать вести бой и во-вторых то что этот x-ray это ну по сути вот эта заставка который идет секунд 10-15 она доедает после 1 5 слишком часто ее потому что можно использовать в каждом раунде можно сказать и mortal kombat в этом не нуждался прошу mortal kombat а были фаталити баба лети анимали то есть точно так же все красиво можно посмотреть там унизив игрока после сражения и он уже не встанет после этого то что будет распилен разорван вот а так получается x-ray ты посидел посмотрел эти нанесения побоев потом фаталити посидел посмотрю после этого фаталити уже как бы не впечатляет то что x-ray пасть что по зрелищности что по степени нанесения увечий вообще не отстает иногда от потолить иногда даже более жестоко выглядит там некоторых случаях у люканга допустим там фаталити вырвать язык и засунуть в рот типа того горло то есть они вырвались горло на короче не важно на и в то же время там взять x-ray там какой-нибудь там лучника который две стрелы всаживали глаза потом хватает бросает в общем как-то так и в целом в общем все это вылилось такую игру в которую не знаю даже с друзьями по сети играть матично поиграть не проблематично на один компьютер даже садились и садишься эта игра как и in justice надоедает через 20 минут вот 20-30 минут посмотрели все герои все больше в нее не хочется играть не хочется учить комбо не хочется что-то там вот эти вот стиле которые да там теперь у каждого персонажа по 3 стиля боя господину я не знаю зачем это нужно то есть это вообще решает когда новый прием появляется допустим у саб-зиро нету еще ледяного щита если ты выбираешь там мастера какого-то и либо клона ледяного нету то есть вот так разница как существенно влияет на интерес то есть другие приемы как бы я не знаю как бы я бы не сказал что прям вот это было очень важно и нужно сделать просто на всех уже не хватило оригинальности поэтому начали повторяться я росла как как допустим это персонажи которые новые вот код калькан были согласитесь что это шаукан просто намного-намного ослаблено кстати то что в этой деревянный мудак да то что в этой части взяли вот этих персонажей которые всегда были боссами в мк то есть гора вот стоит шаукан переделаны и ослабили их они стали обычными они больше не наносят урон и перестали впечатляли и далее другие нет гора все тот же до гора все еще город но города вот это правда с маленькой девочкой на спине это видимо замена кинтара какая-то я жалею правда что мотара нет вообще как-то не вспоминает в прошлой части он промелькнул на экране будучи уже мертвым на носилках да по-моему в третьей части ой да в 3 части на сеге мотара был грозный враг все-таки по в некотором роде даже сложнее шаукана если не проходишь там сидел блоки плюс еще кстати сам сюжет вот эти мультики они стали намного длиннее они стали более содержательные то есть на экране всегда чё-то происходит да иногда надо кнопки понажимать но блин затянул то все нереально если ты там не знаю если тебе не 10 лет если ты уже играл в макулком это смотришь на этот новый сюжет как на говно я не знаю которые там типа для этих нифига не для улдфагов то есть эти длинные мультики действуют на нервы просто я немного убивая логика персонажи знаешь то есть там есть моменты которые ну просто подойди там выстрели все отлично этот как его эронблэк эронблэк это стоит такой гротеской смотрит смотрит такой смотри потом такой уже уже вот я сейчас вот выстрелю вот сейчас вот сейчас и бац ему милина это в руку своей фигней это постоянно они тоже кого не победят говорит сейчас я тебя добью они говорят а потом уже там все пойду я домой ну так девять лет не виделись все смотри на все хотят поговорить ну что комментам или чего не добавить хочешь что не добавить ну не знаю как того в 50 копеек на 5 копеек только слышу могу добавить то что мне понравилось что изыгрывать это костюмы как-то более стали закрытые что ли если дам например знаешь как смотришь грубо говоря отвлекайся на это меньше порно я просто так это уже все равно вычислились правильно нет а я не знаю что они не пара стаканом то что наиск одежда нет куда нет а некоторые персонажи хана пролю но я не знаю я драгу застояние вчера ранее на дух у нас тут кровоподтек одежда не рвется но в каких-то персонажей кровь появляется на каких то как я понимаю нет но общего такая графика в принципе очень я помню просто когда в девятом мк играли то есть как-то кусок висит там одежда на сосочке челюсти нету там у соньки короче там тиська не вываливается это тоже забавно конечно но добавила бы драк все-таки идет тут такие xx-ray заворачиваться оборудоваться одежда ну согласно графика тоже неплохая если еще оптимизировали оптимизация полная графика то для файтинга сейчас наверно она в общем-то лучше хотя смотрится как инжайст с практически один в один просто здесь персонажи более детальный там то чё эти супергерои в разноцветным трико все то есть там блин флэш красный супермэн синий а есть персонажи более детальный более продуманных я не знаю зачем стану нужен зеленый глаз был когда у него всегда с покойников был он красный он дальше по сюжету снова красный подобрел да наверное да и потом обратно злой стал еще мне нравится что по сюжету молодняк регулярно избивает там этих стариков типа о рейдом получи пиздюлей блин ой этот скорпион нате нахрен в томате там такая хренатень происходит я я против того чтобы у важных героев щенили еще всякие тут новомодные писюльки розовые и сама суть то есть новый персонаж и из рожденный из смеси скиллов кого-то из старых героев как-то так кстати очень странно не очень-то идейте солянка своего определенного стиля персонажа тупо взятые от 1 2 и в итоге из-за того что собственно по три стиля боя на персонажа чтобы ну невозможно обладеть как-то всеми ты выбираешь себя одного героя учатся им хорошо играть на гибаешь онлайне потом может быть второго и если бог даст и ты не забудешь в это время первого скиллы и способности больше играть максимум двумя но может тремя играть хорошо всеми в этой части вообще невозможно как мне показалось потому что совсем невероятно стилем и управления места но он даже упрощенный потом открываются ну потому что зрелище фаталити не имеет потому что есть x-ray который затратил на ну давай понеслась комент понеслась сначала на шарлы да а юра корни это часть строго для детей 10-12 лет с последнего вперед начала ну да не знаю как до 10-15 лет тут сразу начнут кричать что увидели в игре есть кровь так как это не игра хреново не знают это игра так знаете вот ну часик компании посидеть поиграть и играть во что-то другое в карте например дурочка на раздевать то есть мартолка брать иран mortal kombat он и был всегда морал ком посидел поиграл с другом все главное встал вышел пошел там другого делать в принципе это у него короткий очень такой комментарий далее алекс данилов пишет что особо не интересовался он сюжетом мк сколько она была эта игра вот и просто было для него это весело времяпровождение с друзьями причем никогда не заморачивайся зубрежкой комбо фаталити и тому подобное новая игра в принципе ничего нового для меня не принесла отличный файтинг зарубиться по сетке с друзьями самое но тут конечно напрашиваться вопросы с работоспособностью лицухи я на я насыщен на том что пираты раньше выложили у них меньше лагает что лицуха вася задница и о господи зачем вы отдали тысячи рублей я хочу сказать что и предыдущий mortal kombat когда она пока вышел он работал очень ужасно по сетке то есть медленно все было все было в таком слову муж шин блин сейчас они они то только там через несколько месяцев он наладили поэтому лучше не покупать лучше скачать пиратку играть на одном компе для монитор честно пополам как она всегда из поклонников и было да вот и далее он пишет что отвечая на вопросы персонажа тактично молчу о том кто слабый сильный хрен его типа знает каждому свое а любимым персонажем всегда был джонни кейдж почему так тоже он особо не знает потому что помпы джонни кейджа и юмор как он от этого точечки так хоп замарить попали фразу там из прошлого морков комбат из начала типа я вынесу тебя вынесу тебя замочу тебя и приглашу тебя на свидание в сайте сонька пойдешь со мной да пошла все таки ну а еще как пошла ведутся на юморных пацанов из голливуда в общем игра по типу поиграл и забыл какой-то культовый герой наподобие первых частей культовой игрой наподобие первых частей и не хранит и тут даже пулон вечера ну икс рейты тут скорее не спасет наоборот разрушит для молодых все делается для молодых то есть старым геймерам уже в этой части ничего в общем-то и не понравится и потому что и пропали герои и пропала атмосфера и вообще уже все не то все не так ну это понятно естественно что ну возвращаясь к предыдущему комментарию вот примерно вот та возрастная категория она есть то есть попытка новое поколение подсадить снова на mortal kombat далее Алексей Филипп это тот самый Алексей который я поняла который предоставил и ключик на GTA и трейлер нарисовал вот в МК не бывает сильных или слабых бойцов эта игра не заточена на боев а и это что такое искусственный интеллект то есть с компом это киберспортивная игра да все решают руки пальцы игрока есть бойцы более простые в управлении и слоении а есть более замороченные но это никак не значит что им нельзя научиться играть и рвать всем жопы если кто-то привык нагибать велосипедом люкэнга или шляпой кунвау молодцы найдутся и такие кто обучится связкам и будет нагибать новыми персонажами выбор только за вами да сегодня играл с нагибатором на рептилии который выучил комбы который зажимает тебя очень классно отлично да то есть пока в мортал комбате есть персонажи способны зажать не надо говорить про то что тут все равны да за щемят в угол просто знаешь и персонаж не успевает встать отлетит следующая подсечка там с продолжениями там это уже ужасно бесит то есть большинство игроков то кто школьники они никогда не поставят себе задачу выучить там все скиллы там у такеды только потому что такеда круто они найдут себе руль память одним и тем же они искатели руля они быстро вычленяют очередного нубсай бота в новые части начинают им задрачиваться и рвать жопы все пока такие персонажи есть играть по сетке в моблоком комбат с незнакомыми людьми будет крайне неприятно дальше Леша Громника в принципе я по ходу дела коменты отписывала думаю вспомнишь что я там писала ты заблуждаешься да мы так просматриваем конечно что там раньше было но составлять единое мнение всего не упомнишь из кучи комментов в разных местах несложно главные претензии зачем управлялись СВП бойцы ну и любимый боец как я опять таки отписывала уже Найтвульф который тут же ходит лесом ну и кстати Найтвульф в прошлой части один из наиболее слабых по-моему персонажей он мне понравился кстати он топориком да топориком у него удары ногами такие очень на маленькую дистанцию анимация движения но кто-то странный мне кажется Найтвульф раньше круче был реально вот то что было в прошлой части он такой очень здоровый медленный по-моему и сама способность вот эта засветиться типа и отразить выстрел обратно не знаю проще самому выстрелить тем более что против молота шелкана способность почему-то не работала хреначило еще дай боже да прилетел Далее он пишет и конечно же утрата вообще атмосфера МК тот же МК-9 намного ближе к оригиналу чем этот в плане атмосферы ну так да потому что видишь ой родные персонажи все вот они мои кучки то есть в МК-то даже даже кино в МК-то интересна только первая часть потому что затравка самая основного сюжета вот он сабзиро вот он это вот он то там тыкаешь пальцем вяжешь о о о смотри смотри да вот такая же эйфория была в предыдущей части когда смотришь о о о о какого нарисовали о какого сделали как настоящий да то есть чтобы провести такой же фурор между играми должно было еще десять лет пройти но разработчик не выдержал да и поэтому и только обкакунькал плюс еще персонажа потому что джинни кетч опухший это вообще конечно нечто он какой то вообще такой неудачная закачка ботокса звездное лицо о господи далее Кирилл Крылов пишет игру ли не особо мне понравилось потому что в ней ничего не изменилось первое мой любимый персонаж это Соня у нее свежие дыньки мы сомневались в этом а там да торпедки второй самый сильный персонаж тот за кого играет компьютер потому что это просто писяц очень интересный такой ответ мне нравится третий самый слабый Катан Каталькан сука неповоротливая ну как я да как я на него все сложил все муки мне конечно алекс который самый алекс написал что Каталькан имеют такие комбы которые можно зажать Каталькан ходит с трудом я же видела как комб играет то есть Каталькан как то особо ничем там кинул диск подпрыгнул упал вот это кровавая жертва там самого себя зарезать вообще а я тут не поняла вот этого прикола усиляет наверное больше дамага будет у Люканга есть огненные кулаки но Люканг от них сам себе дамага это не наносит ну да тут я не знаю просто режим жопы разрывания должен активироваться я сам себе дамаг наносит Люканг как Дейенерис дурь рожденная стойка как огню в бою очень редко бывает ситуация когда ты можешь заюзать вот это говно которое он там долго делает да там сам себя усиляя и при этом не словить плюху тут же шбан не знаю его заключение в общем игра норм госпитом деньги потрачены ну не знаю я не очень согласен что ничего нового они не сделали по-моему не сделали дохрена чего нового и это в плюс игре как-то не пошло вот взаимодействует страну очень-очень много всего напичканного да то есть глаза разбегаются хотя бы взаимодействие с предметами которые да можно отключить но оно сделано это уже серьезно изменяет для моего куба то есть никогда раньше не было с тобой палкой да табу или по горбу принципу да да и нанести удара больше чем своим фирменным мячом который профессионально владеет ой боже как спорте да ударить бабкой черный ум и лежит такая кровь истекает всем главное пофиг знаете отлично просто далее валерий гильберман мне кажется что это провальная часть из-за того что сюжет коротковат и слабоват по сравнению с прошлыми а прошлой части сюжета они убрали почти всех моих любимых персонажей особенно жалко что они убрали муба вот нововведенный ну ну сайбак да все с вами понятно товарищи да нововведения про которые так говорили разрабы не впечатлили да они есть немного приносит разнообразие но опять же от прошлой части это далеко не ушла но некоторые минусы ты и сам рассказал так ему и первое не понравилось как я помню и это далеко не ушла но ушла все таки значит лучше все средненькое вот что-то лучше но не первая часть была предыдущая именно хорошая то что перезапуск сюжета всем напомнили все в деталях типа сам смысл смертельной битвы плюс добавили части второго фильма типа а я все равно на землю вторгнусь ну давай то то есть вот это конечно уже было лишнее по большому счету лучше бы просто турнир как-то подрастянули там я не знаю но в этой части уже турнира вообще никакого нету идет какая-то вообще возня хер поймешь какой мир на какой нападает что происходит какие-то банды я кстати запуталась чуть-чуть да отдельно банды какие сформированные там что-то каким-то правят там спецназ четыре фракции четыре или пять фракций тут персонажей столько нету сколько фракций то есть чтобы а это для сетевой игры кстати фракции моя сегодня проиграла за спецназ никто не играет все ожидаемо играют за линквей я как в первой части сказал я сказал что непонятно где тут скорпион но где саб-зиро ясно сразу блять все туда и ломанулись ну потому что скорпиону саб-зиро это хедлайнеры этой игры не самые разрекламированные персонажи ни одна обложка без них вообще не обходилось скорпион это любимый персонаж разработчиком серьезно почему именно им нравится терять это тематика шамбя у этого цепи этой ножа на веревке а мне скорпион кстати не нравится ахаха сейчас меня закидают все камнями ну я я просто он слишком наинстример для меня например я из них двоих я всегда саб-зировал если честно для меня мне больше саб-зиро да все это тоже нравится вот это вот особенно его хрен этим мечом его холодным из льда мне больше не нравится то есть он так ведь дамажит не так мне нравится оставлять клона то есть когда тебя зажимает у тебя всегда есть беспалевная маза отмахаться да а вообще мне всегда почему-то еще с третьего комбота на сеги страйкера мне кажется у него вертушка такая дальнобойная черпает дальше всех ну реально там даже видно было и он такой просто полицейский дубинка в прошлой части у него x-ray был классный просто дубиной отмесить до такой степени очень много жизни у него x-ray сносить ну не знаю такой нормальный мужик ну и джекс тоже неплохо я не знаю от саб-зиро и терпиона в целом я это конечно никогда не персу ну аналогично далее продолжает писать что он отвечает ответит ответит на твой вопрос по поводу того любимый персонаж кто слить сильный слабый почему и так далее а самый любимый его персонаж ну в субботу говорит да второе я думаю что шинок написать или слабый ну самый сильный шинок когда он нам анаболика демонический шинок да анаболика в конце нажрался и просто может застануть с ним ударом и тогда просто обмесит может да и третий типа слабый это барака потому что он сдох в сюжетке и вообще он слил а когда он сдох в сюжетке я что-то не помню а это девятый МК ну и когда он там сдох а я не помню только хорошие сдохли все говно живое осталось и барака в этой части есть среди врагов компьютер но играть на него пока нельзя но он будет хер узнать как разработчики кстати кстати я слышала что ну как читала что типа новый персонаж будет это какой-то роршак а еще пять будет дисси комикс а но это бонус еще пять персонажей будет тания потом еще что то что там а что там тот ровно будет делать он же вообще детектив дираться что была игра на экзбоксе где вообще бойцы мортал комбата дрались против персонажей дисси комикс против шатам супермен то есть урубаешься до уровень боя супермен как то есть что там делать людям из морков комбата непонятно далее вадимир исаков самый сильный болт так прошу прошения самые сильные бога был бы демонический шанок финальный босс изм.к. 10 любимый перс изм.к.9 люкэнк велосипед и поерброд да 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 велосипед это а я его терпеть не могу люкэнк просто нет он еще сумка третьего нагибается сервера еще вот ты длиннющий комбата и к и кунулау я терпеть не могу это шон шляпой зря они самые сильные в этой части как мне кажется вот именно с они начинают если спамить своими шляпами может память кто угодно чем угодно мог круче но пса и бы то никто ничем не спамят рейдами там невозможно просто переспамить этого вот а из мк-10 таки да за его имбовые хвосты да он хвостами дабы долбочек знакомых что слабый перс джеки брикс я таких не заметил и последний он дальше еще тут продолжает он чуть не подзабыл он решил дописать потому что последний комент правдив о какой комнате правда не знаю что сказать просто это а ну по существу так и еще вопросы касались мк-10 если внимательно читать еще как многие фанаты все говорили я скажу что сюжет в мк никогда не был романтичный и суперский у него там слишком кассы заключается в брутальности фонтальность да так даже в самом слабом джеки брикс да назвал ой точку джексон да я не помню я не помню даже играл я за нее уже в компании нет нет я не забываю ты из-за нее я уже за все эти даты играл по моему нет играл играл да поход котель кам не запомнился своей слабостью больше ну и дальше постоянно рубрика наша что что ты наковыряла в стиме да 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 но что очень смешная будет там пару но очень мало потому что первых комментов мало русскоязычных пользователей в основном америкосы очень много понаписывали типа don't buy the game короче не покупайте игру пока и не пофиксит да я бы написал don't buy forever нахрен надо лучше накинуть и gta хотя я из gta в восторге сейчас я первую миссию сыграл и все и больше не игра но это такой в топ давай давайте по быстренькому как говорит старец фура очень непонятный ученик там не прочитаю 16 часов на игра на 20 апреля садом то есть сегодня вот игра отрицательный нет господи оценка на забыла вот игра сейчас потрясающий график интересным сюжетом и крутым персонажем как будто смотришь боевик все на высшем уровне это из плюсов минусов к сожалению намного больше ужасная оптимизация вот может потому что есть чем сравнивать gta 5 только ужасная оптимизация еще не видел все лагает виснет выкидывает из игры в режиме царь горы и так далее ужасный мультиплеер я всегда брал файтинге только ради игры по сети вывод покупать стоит тем кто будет проходить только сюжет и играть ботами либо набраться терпения и надежды ждать патчи которые все мог бы исправить пока не рекомендую ой на самом деле писать про интересный сюжет это более тупо чем ныть про оптимизацию сейчас нет такой игры которые бы вышли все сказали ох какая классная оптимизация по-любому найдется человек на старом на на старом железе который будет говорить что оптимизация витель говно тот кто-то да тут отличная графика поэтому она блин будет какое то время лагать почему сеть не работала так долго чем было сложно ее починить не больше так далее графику понизил играющих в семь часов на экрана не рекомендуют в 19 апреля прекрасный зрелищник все они считают и нравится писать прекрасный но прекрасный релищник потому что график в коем веке вот в комбате такая с огромным количеством кровищ геймплей на мкx определенно одна из лучших частей серии технически техническая составляющая плоха просадки фпс артефакты на арене мертвый лес появившиеся после второго патча большая задержка в онлайне все это ужасно портит прекрасные впечатления от остального да в онлайне хочу сказать теперь когда два игрока наконец-то стыкуются они начинают сжать переигровку постоянно то есть одними теми же персонажами лишь бы в лобби не выходить так что будешь снова искать там пять минут сидеть другого человека далее человек с ником мустанг тренадцать часов наиграл 21 апреля оставил коммент рекомендует на первый взгляд не очень но она хороша конкретность зашкалила капитан конкретность посетила в сфере в сфере в сфере в сфере но игра в принципе дурно по большому счету то еще говно так как в сфере 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 рекомендуют его и он знает человек очень так подходя к своему делу слишком слишком после того как первые муци полтихли пора и нормальный обзор написать и пошла жара, но я прочту пока мир не взорвался и не рухнул терпеть эффектная, кровавая, динамичная игра тут никаких претензий к разработчикам нет и быть не может персонажи также и брутальные очень понравилась идея с тремя стойками на выбор тремя стилями на выбор но он ушел стойками сюжетная линия покажите мне кому это важно, хоть и коротко, но все же есть далее, да лучше бы не было честно говоря, лучше бы не было сюжета, но игра стоила 500 рублей, я вот так согласен о господи дальше он начинает писать за то, какие персонажи такие стикетчи и Джесси Брикс они слабые, правда не понимаю, зачем их добавили, бла-бла, ну все равно закончились идеи, поэтому добавили, ну оставили бы старых ее бы, тем более как никто не убил а их нету, почему, ну что за чушь удивительная хрень нахрен, нахрен нужны эти дети устраивать блять Санта Барбур из Мортал Комбата вообще идея на мой взгляд Санта Берманский приугольник Сергея мими-ми у них детки появились я прям, бля, завлекаю девушек да, я прям теку хер с этими смертельными сражениями будем смотреть на где такой а ты на кого похож, а ты на кого похож временские музыканты наследия подородились и пошли и отдельно хочется отметить конечно же прекрасный в кавычках запуск игры хрен с ним, 29 файлами, но вот патч на 15 гигов первый уикенд, как по мне, таковный бред который доиспортил ну да, да, хотя я скачал и не заметил но я играю так, поскольку серию в день, 25 минут в день мне пытается, чтобы наиграться в Мортал Комбат он мне вообще к нему равнодушен может быть, когда-нибудь сейчас вот пойду там с друзьями, посидим, то играю но это опять же будет, что я всех победю потому что я единственное в него играю и все, и все, и все разойдутся плакать ну да Николай ГГ, 11 часов наиграл и 14 апреля оставил то есть, что за игровую штуку не наиграл ой, оставил рекомендует игру пишет губые комментарии к игре для чего сделали это предварительное скачивание непонятно, но было написано, что игра станет доступ на около 8-9 часов по Москве поэтому смысл втратить бесполезный комментарий про лучший симулятор меню в кавычках да, ну это вот в первый день когда она еще не запускалась даже ну честно, как-то странное такое ну должно было работать с докачкой то есть, обучение должно было работать целый день до выхода игры обучение, тренировочные бои хотя какие тренировочные бои, подожди они, а нет, да, пять героев они сразу выдали и все с пятью героями игра должна была существовать сутки без сюжетной кампании, без сети далее уэссу вим какой-то хрен пойми что люди за ники пишут, хрен живые говорят ну закончились Маша 88 блин, не знаю, простой ты не смотрел Южный парк серию где они название для стартапа выбирали? вы смотрела где все занято, только мохнатые яйца угрожающие, выдруженные на стол свободно ха-ха-ха ой, господи 8 часов наиграно в игре 15 апреля оставим комменты рекомендую, чувак боже, он тут такое понаписал он такой пишет, друзья, предлагаю вам закрыть глаза на все негативные комментарии знаешь, это как призывают в общем, как-то, религиозные секты короче, такое вот и прислушаться к моему мнению ибо моё мнение это мнение фаната и старовера поэтому на него и по моё мнение доминирует мое мнение главное давайте слушать всяких лохов а особо мнение он употребил три раза дожди, как еще раз он написал моё мнение, что? предполагаю закрыть глаза на все негативные комментарии прислушаться к моему мнению ибо моё мнение это мнение фаната и старовера и поэтому на него можно положиться положиться положить на него можно, а не положиться старовер а остальные тут все наши дети такие сидят впервые мордолком вот увидели ну и подожди и что этот мега олдфак он пишет, боже, меня так порадовало это вообще, я так смеялась очень много было сомнений по поводу новой части МК спешу вас утешить все сомнения канули в лесу у меня получилось потрясающе и замечательное вспомним о том, что он 15 апреля оставил комментарий после первого боя, наверное испачкал трусики и пошел в игре 8 часов что ж он там, ничего не сделал сразу видно фанат игры прихуел и играет без установки есть все? нет, прифигел и пошел пиратку качать а что я так и сделал чтобы игру запустить я реально скачал кряк и сделал игру пиратскую тогда у меня сюжетка работала в первый день уже потрясающе, такого не было еще никогда да блять чтобы лицуха не запускалась нормально чтобы пираты играют а еще нет полторы с DLC скажем и все чтобы нам хотелось видеть серии МК а именно шикарный динамичный геймплей отличная мотивация к игре чего мать какая мотивация это крипто что ли где открываешь надгробие за монетки мотивирует позадротствовать пофармить множество режимов достижений да вау обожаю достижения моя любимая вещь в игре любых ачивки ачивочки разнообразные развернутые списки лидеров отличный боже не лагающий разнообразный мультиплейный режим да вот этот роль походу жирный сидит ага с великолепной графикой очень хорошая оптимизация да да тролли о господи боже пишет дальше на данный момент я правда не видела каких-либо недостатков в игре за исключением пожалуй сюжета в котором каждый кидает тупые фразы как будто он соревнуется кто так скажем на большей тупости банальный мордобой дальше он пишет что типа донат он есть всегда и будет его много какой тут донат я не знаю впервые слышу он никак не помешает вам играть для тех кто хочет чуточку больше и лично я отношусь к нему крайне положительно да блин не я просто представил когда он сказал что ачивки это достоинство игры знаешь так в будущем будет когда уже ну не будет ветеранов чтобы устраивать там парад будут парад геймеров знаешь каждый на принтере распечатает ачивки так как это навешает на пиджак закручивает и будет ходить ими греметь на 3d принтере да а затру задротами буду знаешь целые плащи такие из ачивок ползти их будут нести фанаты вот так за блэксиллером знаешь километр фанатов идет пятилетних вот этих и несет его плащ из ачивок генниус смит генниус смит тот чувак уже закончил вот генниус смит он один из часов на игровую генниус да генниус 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 15 апреля комент оставил он рекомендует игру очень не хватает сайрекса ферекс сектора смоука кабала сайрекса сектора секса для меня лучше все еще остается мкд генниус фанаты удивительным ну да мк 9 вот именно что лучше если бы на мк 9 просто вот эту графику портировать это играл было бы не нужна шай в школе мкд далее сек крив короче да пишет что он что он в семье в ролик финальный вселил надежду что у рейда наконец-то появился мозг восемь часов наиграл в игре 15 апреля оставил комент он рекомендует ее а что у рейдена мозг появился финальный ролик что он пишет вселил надежду что у рейдена наконец появится появился мозг ой это финальный ролик видимо в прохождении компании да он имеет ввиду застрочил компанию за первой день ну и не знаю что далее команды ворс командующий ночного дозора о да он был он внимание он только он даже двух часов не наиграл в игре он рекомендует 10 апреля опубликовал пишет такой можно кидаться бабульками но это и не он сыграл и пошел другую часть каната думаете если не катана каната нет каната я думаю что катана китана точнее 15 часов наиграла пишет что рекомендует Oui 14 апреля напубликованный пишет поличила 4 актив GM просто 2 выкачая в минимум 10 ф ATALITIs 10 ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАхАХАХХАХАХАХАХ Billy нужно надо тому чуваку скинуть этот коммент который писал что очимки и это ох короче �って там есть очевидки за обучение ..... Важное достижение в жизни прошло в обучении МКХ Далее Дюнак Он не рекомендует игру 43 часа она играла Дилдак Блин, чё это? Чё этот миг себе не застолбил? Дилдак 21 Дилдак на Гейпатер 3000 Дилдак Ну ладно, давай, чё там дел Андрей не рекомендует игру И ты Успокойся Упубликовану 12 апреля Тихо, прописывайся, подожди Кипятком ошпаришь чё-нибудь По коляшкам Видите, как ассоциация С членом выводит Из равновесия Бедного эфи Да, это всё ты виноват Ну да, конечно В чём я только не виноват Ну что, мы будем читать сегодня? Будем Играть для игры с ботами Всё, что вам следует знать перед покупкой Всё, что я вижу, это разочарование Ой, господи Лаги, мало людей Только Постоянные ошибки допускаются через раз Бесконечные завесоны Невозможность участия в сетевой игре Если удаётся подключиться к сетевой игре То в середине боя Всё виснет Из хорошего всё сделано красиво Прохождение Хорошие Живые башни Увлекательные Ну, насколько я знаю На консолях уже в первый день играли люди И радовались жизни Вывод Игра покупалась за сетевую игру А поиграть не удалось Ну, поиграешь попозже, когда наладят Сиди пока сюжет Проходи, играть Учись ему В конце концов Да, выбери персонажа Какой тебе понравится Ой, а тут вот я Нашла Я думаю Всем понравится В общем РЛС Телепарис какой-то Восьмое часовное Играл в игрулю 16 апреля Публиковал свой комментарий И он Министишок Часы растишья О, креативно Да Ай нравится Игра лечим Мгновенно Отеки Сколиоз Здесь нет Тунуба Это минус Но будет хищник Это плюс А, какой А, предейтер, что ли Походу Да, да Что-то я такое слышу Здесь нету нуба Это фишка Ех, чего же Глава говорит Могис Садись 5 Да Красавчик Да, я Я бы даже Какой-нибудь Значок подарил Если бы мы Призы будем Когда-нибудь Раздавать Хе-хе-хе 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 Да Ну, чё, давай Крайний какой-нибудь Да будем закругляться Наверное Крайний Крайний Акаме Какой-то 22 часа Наиграна Рекомендует И написал Шикарнейшая игра На класс Крайний И всё Да Молодец Да Ещё Ещё Я сейчас смотрю Тут видос Попутно Слишком много Знаешь Азиатских персонажей Думаю Взгляд Стало Он Если раньше Тут как-то ещё Более-менее Ну Америкосы Там Доминировали Бывало То сейчас Тут Один Такеда Киншира Там Блядь Ещё Кто-то Ещё Кто-то Скорпион Без маски Просто вообще Убил Наповал Очень похож на Сектора До того Как Изюмки Браги Сделали Но На кого Похож Сабзеро Без маски Не знаю Раньше Лучше Особенно Когда Младший Брат Со Шрамом На Глазу Почему Почему Бо Сейчас Уже Не ввести Младшего Брата Сабзеро Действительно Почему Опять Оживили Зачем То Вот Этих Оживили А вот Тех Не Оживили А Тех Понарожали Да Этих Понарожали Места Нету Этих На Пенсию Этих В Бой В В В В В В В В Так Что Выпуск Играт Подходит До Концу Игра Ну Конечно Спорная Но Больше Конечно Всем Понравилось Чем Понравилось Потому Что Это Муртал Комбат То Что Со Всем Из Детства Да Поэтому Ее Еще Можно Долго Насиловать И пытаться Испортить И не Получится Потому Что Ее Все Любят Да Найется Просто Такой Персонаж В Зубами Вцепившись В Джойстик Будет Сражаться По Сети Хотя Как По Мне Сейчас Тот Же Бокс И Бои Без Правил На Консолях Намного Интереснее Чем Вот Такие Обычные Файтинги С Видом С Бог Там Потому Что Как Все Более Такое Реализ Серьезное Что Ли Да В Бокс Мы С Бокс Одного Товарища Играли Довольно Долго Сидели Просто Каждый День По Несколько Часов Просто Потому Что Там Была И Тактика И Боксера У Лицо Пухнет И Сечки И Кровопотеки То Мне Кажется Будущее За Реалистичными Играми Мортал Комбат К сожалению Даже Мортал Комбат Доживает Свою Постепенно Изживает Себя Стрит Файтер Уже Давно Подох Разлагается Потому Что Реально Тупое Говно Выпускать Я Никогда Я На Денди Любил Потому Что На Денди Выбора Не Было Как Только Выбор Появился На Денди Я Играла А Когда На Компе То Я Не Не Понимаю Для Кого Они Продолжают Выпускать Видимо Для Своего Чисто Азиатского Региона Так Давно Им Уже Мортал Комб Жопу Потер И В то же В то же Время Уже МК Становится Больше Стал Больше Похож Не На МК Все Так На Injustice И Видимо Скоро Все Файтинги Будут Похожи На Injustice Везде Будет X-Ray Везде Будет Эта Фигня И Какой Невнятный Сюжет Но Пока Покуда Можно Играть По Сетке И Покуда Есть С Любите Там Собраться В Компании Будут Скидки Так Тем Более Довольно Скидки Тогда Я Уже Это Да Все Когда Придет Очередная Порция Школьников Это Уже Преводится В Избиении Трагедии Да Так Что На Этому Думаю Все Напишите Поклад На Рекламке Да И Не Ходить Через Дорогу На Красный Дорогу Дорогу Дорогу